Здравствуйте! В нашей научно-популярной, или лучше сказать, научно-фантастической литературе есть такой замечательный писатель, ученый, геолог, академик Обручев. Он такой вот писатель жульверновского типа, скажем так. У него такая жульверновская фантастика. Очень любим был моим поколением читателей. Так вот, известно его произведение «Земля Санникова», если вы помните. «Земля Санникова», некий остров, который земли проходит. Санников наблюдал в Ледовитом океане, не смог его достичь. Этот остров потом наблюдали другие мореплаватели, другие полярные следы, но тоже не смогли его достичь по каким-то причинам. Ну, вообще, плавание в Ледовитом океане крайне сложное занятие мореплавания, поэтому вполне объяснимо. Ну, так вот, на этой земле Санникова вулкан, это уже я пересказываю произведение Обручева, и там живет племя анкелонов. Вы думаете, Обручев его сам придумал? Нет. Это, в общем-то говоря, как говорят историки, народ, который достоверно известно, что существовал. Он обитал на побережье Чукотки, побережье Ледовитого океана. На Чукотском побережье Северного Ледовитого океана. Вот так. И вот это вот племя анкелонов что-то не поладило с теми чукчами, которые занимались разведением оленей. У них возникла смертельная обида и кровная смесь. Анкелонам пришлось уходить из тех краев. Вот это все достоверно известно. Есть археологические памятники, которые подтверждают существование вот этого народа, анкелонов. Нужно сказать, что на севере все хранится очень долго. Потому что, ну, во-первых, там очень медленно растет культурный слой, а во-вторых, там сгнить всему чему угодно очень тяжело. Север все-таки, холодно. И они куда-то ушли. И следователь тех мест, известный по фамилии, так сказать, Врангель, к тому белому генералу Врангель никакого отношения не имеет. Это XIX век, чиновник петербургский, который служил в тех местах, на Чукотке, на Камчатке. Вот он, значит, исследовал вот эти рассказы чукчей. И пришел к выводу, что анкелоны ушли, показали, в каком направлении они ушли. Значит, они ушли на остров. Вот он там где-то должен примерно находиться. Этот остров, когда его открыли, так и назвали остров Врангеля. Я как-то вам про него рассказывал, про этот остров Врангеля. Но на острове Врангеля не было никаких следов пребывания людей. Он всегда был необитаемым. Никаких следов. На побережье Ледовитого океана полярные экспедиции таки находили заброшенные жилища, вот, видим, анкелонов. Их утварь, их какие-то там ремешочки, шнурочки, изделия из кости. И долгое-долгое время они там лежали, ждали своих исследователей. Холод помогал им консервироваться. Но куда же пропали анкелоны? Дело в том, что знающие с север люди говорят, что без следа там ничего не исчезает. Там до сих пор, скажем, есть надежда найти следы экспедиции пропавших в начале 20 века. Их находят, на самом деле, и могут даже прочитать дневники погибшей экспедиции. Вот так вот. Потому что холод способствует консервации. А тут пропали без следа. И возникла теория. Теория, предполагающая, что в Ледовитом океане существует некая, ну, своего рода Атлантида. Земля, опустившаяся под воду. Погибшая и унесшая собой тайну вот этого народа анкелонов. Вообще-то, говорят, с геологической точки зрения, как говорят знающие люди, эта гипотеза не выдерживает никакой критики. Потому что в тех местах ничего подобного на памяти человеческой не происходило. Но, тем не менее, вот так и никто не знает, куда же делись анкелоны. Не в космос же они улетели, правда? Не на планетяне же их с собой забрали. Ну, куда-то ведь они делись. Загадка. Вот так вот. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. До свидания. Удачи.